Так, самое доброе утро. Сегодня у нас 23 июля 2015 год. Я вчера не была ни в состоянии сделать какое-либо видео, потому что, ну, вчера у нас был развод, и поэтому я всё равно, ну, как-то чувствовала себя немножко потерянной. Сегодня утром проснулась, жизнь прекрасна и удивительна, и ощущение, как будто бы, я, опять же, как я говорю, сравниваю такие ощущения, как будто первый день каникул в школе. Вот когда нас со школы отпускали, и ты знаешь, что всё лето перед тобой, просто первый день каникул. Я с утра встала в 7 утра, поехала в бассейн, наплавалась. Что, хотела сказать, но она загоралась. Нет, я там не загорала, я там просто плавала. Короче говоря, жизнь прекрасна и удивительна. Всё прекрасно, замечательно. Просто я не думала, что я так быстро выйду из этой ситуации, из этого положения. Всё равно вчера, конечно, был такой день, какой-то день разочарования. Всё-таки вчера что-то было, что-то так вчера угнетало сильно. И я опять приехала после суда и провалялась целый день дома, и не знала, куда себя деть. Звонила сыну, звонила дочке, говорю, не знаю, куда себя деть, что делать. Ну, всё, я переспала с этой мыслью ночь, что я уже свободная женщина, что я уже никому ничего не должна в этой жизни. И просто счастье, конечно, утром проснулась от того, что просто от какого-то всеобъемлющего, от какого-то счастья, от какой-то всеобъемлющей какой-то любви ко всему, ко всем. И вообще просто, просто жизнь удалась. Всё, жизнь удалась. И начинаемся с нового листа. Никаких замужеств. Речь об этом быть просто не может. Я не зарекаюсь, опять же, не зарекаюсь, но пока нет. Во всяком случае, даже, 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 даже. ладно дело не в этом я расскажу как прошел суд мы приехали в половину восьмого здания суда и ждали мы сидели наверно до половины девятого я как и говорила мужу он меня в с утра в шесть утра поднял давай бегом 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 мир достаньте от меня я поезжай на своей машине нет мы пойдем на одну машину ладно мы сели на мою машину бог с тобой сели на мою машину приехали очень рано сидели там как дураки смотрели на людей на таких же разводящихся а там оказывается в одном в одной комнате суда как это сказать ну короче говоря комната суда по-другому не могу сказать собрали нас наверное человек 100 наверно пар 50 мы попали в первую десятку либо двадцатку первую десятку до человек 20 на маленький такой маленькая такая комнатка сидушечки такие и вот мы все сидели сидели парочки 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 и потом выходит такой красивый судья такой красивый судья высокий такой стройный прямов какой красивый садимся мы за стол вместе и это был быстрый развод называется он как-то как там не могу сейчас сказать я напишу наверно под видео как он называется короче говоря для того чтобы получить такой быстрый развод необходимо чтобы жена не была беременна необходимо чтобы не было малолетних детей несовершеннолетних у этой пары и необходимо чтобы был под было подписано соглашение о том что у нас нет имущественных претензий что мы сами между собой договорились что как мы будем дальше жить то есть мы ничего не делили мы просто подписали соглашение нам собственно делить нечем и вот первая пара вышла вторая пара вышла так задает три вопроса и еще требования чтобы один из супругов проживал не менее шести месяцев на территории флориды понятное дело мы живем тут очень давно и у нас проблем нет я слава богу не беременная слава богу у нас нет общих детей малолетних тем более и поэтому все прошло без без сычка и без задоринки вот судья вызывает первую парочку выходит первая парочка и ведь вернее выходит первой женщиной так удивилась вышла как вышла как эта женщина с пуэрто-рико то есть она родом с пуэрто-рико я так поняла по всей видимости у нее есть американское гражданство и она вышла одна и судья мне спрашивает где ваш мужчин он говорит он спорта река он он говорит но как я мог без него на год у нас вот у меня документы подписаны и все нормально он и разъел вообще без вопросов. Тоже спросил, не беременна ли она, не там то-то, 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 и тут же она получила развод. Потом вторая пара вышла, потом третья пара вышла, мы вышли четвертыми. Каждое рассмотрение дела занимало меньше минуты. Опять же, три вопроса. Здравствуйте, имя такое-то, сверяет с этим. Я ему хотела свою, я говорю, нужен мой ID? Он говорит, нет, не нужен, мне достаточно ID вашего мужа. То есть он мог привезти по-любому, любую женщину вместо меня. То есть мое ID не спрашивали. То есть могли развести вот так вот, просто. Короче говоря, опять же, задать вопрос, там, траляля, и три рубля, и спрашивать, не беременна ли, и что-то такое. У Дугласа спрашивает, а где не беременна? Ну так, подшучивал, ха-ха, хи-хи. Одна минута, говорит, идите в комнату 320, получите документы о разводе. Все, мы спустились вниз, мы заплатили 300 копейками за каждую копию развода. Я заказала, я говорю, сделай 4 штуки, пусть будет. Мало ли, мы заказали 4 документа о разводе, 2 ему, 2 мне, не знаю, для чего ему 2, не знаю, для чего мне 2. Ну, хай-будэ, хай-будэ. И все, мы друг другу пожали руки, я ему протянула руку, я говорю, поздравляю, ты теперь свободный мужчина, ты теперь можешь жениться, можешь делать, что хочешь, и так далее, и тому подобное. Ну, он начал опять мне плакаться, жениться не хочу, я тебя люблю, там, и прикольно. Ой, 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 слышали мы эти все песни ваши. Я не буду рассказывать, что и как у нас, что получилось, я пока не готова. Когда-нибудь я расскажу, это будет, наверное, это можно написать, 350 серий. Просто Мария. По-другому никак, я никогда не думаю. Действительно, если вы хотите узнать человека, с которым вы живете, ну, как бы, если вы хотите его действительно узнать, разведитесь с ним. И вот в процессе развода вы узнаете все. И вот станут волосы дыбом, скажите, боже мой, а что это вообще было? Ну, то есть, когда живешь человеком, как-то, ну, когда нет вот этих вот разговоров там, о том, о том, о том, о том, как-то вот. Вот. Ну, в общем, я, конечно, у меня было глубочайшее разочарование, собственно, поэтому у меня была такая глубочайшая депрессия. И я сама себе говорю, ну, как я могла столько лет прожить с человеком и не знать его? Да, он порядочный, он нормальный, все нормально, все прекрасно, но когда происходит развод, все, это все нарушает, это все куда-то уходит, все эти хорошие черты, вылезает непонятно какое-то дерьмо. Ну, в общем, ну, что говорить, у меня муж, он скорпион, а погода, он обезьяна, хитрожопая обезьяна, по-другому, по-другому, как сказать, он думал, ну, ладно, не будем об этом, дай Бог ему здоровья, дай Бог ему прекрасной личной жизни, дай Бог, чтобы он женился, я всеми руками за. И надо отдать ему, конечно, должен, он молодец, в его годы, в его годы он действительно хочет жениться. Ну, собственно, с этого, наверное, все и началось. Потом расскажу, как это и что это, и к чему это привело все. Ну, вчера он опять уже не хотел ни на ком жениться, он вчера вечером мне снова предложил выйти за него замуж. Мы с ним опять вечером встретились за чашечкой кофе, нет, за бутылочкой купила пиво вчера, потому что мне было так тяжко все равно. И мы с ним пьем это пиво, он мне говорит, давай снова поженимся. Я говорю, ну, уж нет уж, уж нет уж, уже нет, никогда. Я говорю, если бы я раньше знала, что ты такой, я бы за тебя и первоначально замуж не вышла. Ну, а какой я? Ну, вот, я говорю, ну, как какой? Ну, нельзя же быть таким, ну, надо быть честным в отношениях. Ну, дело не в этом. Ладно, бог с ним. Короче говоря, я хочу сказать, что, конечно, муж у меня уникальный, уникальный. Он старше меня на 25 лет, и он меня просто-напросто сделал. Он нашел себе там какую-то там, кого-то там в интернете. Я уже, в принципе, рассказываю, что что-то случилось. Стал с ней переписываться, и я совершенно случайно об этом узнала. Конечно, у меня, я, я, у меня в забу дыхание сперло. Думаю, не, ну, такого не может быть, чтобы в таком возрасте. Мне, молодой, красивый, изменять по интернету? Ой, какой кошмар! Короче, я его поймала на горяченьком, и потом начались там скандальчики-скандальчики, и мы там траля-ля, и он мне там какие-то гадости наговорил, и все. Вот поэтому, собственно, мы с ними развились. Я уже все рассказала. Я подробности, может быть, расскажу когда-нибудь потом. Но, с другой стороны, я, конечно, опять же, какая-то определенная гордость возникает по поводу моего мужа, потому что, ну, вот, ну, все-таки в таком возрасте такой молодец, такой красавец, и вот, пффф! Короче говоря, это просто сказка. В общем, все. У меня все, я угомонилась, у меня все уже хорошо, слава Богу. Вчера, я говорю, вчера мне было очень тяжеловастенько, вчера мне было хреновастенько, можно так сказать. Все равно какой-то груст на плечах давил, что-то было, вот, какое-то что-то было, какая-то вот потерянность какая-то, какая-то вселенская потерянность. Сегодня утром встала, говорю, открыла глаза, Боже, какое счастье! Какое счастье! Я свободна! Я свободна! Так что, еще раз, еще раз повторяю. Я ничего плохого о своем муже не говорю, не говорила, никогда говорить не буду. Каждый человек имеет право на счастье. Мне там прислали ссылку на развод Елены Прокловой. Боже, какая она красавица! Я просто обалдела! Это ей, наверное, сейчас лет 65, но вышла просто девочка с тонкими ножками, в каких-то шортиках. Вообще, просто сказочная женщина. Ну, понятное дело, она там какие-то там, может, подтяжечки делала, все. Но так выглядит, как выглядит Проклова, конечно, это просто сказка. Она невероятная. Я на нее посмотрела, и у меня стимул. Думаю, вот так вот должна выглядеть любая женщина в таком возрасте. Умница, красавица. Она прожила со своим мужем 30 лет, и она рассказывала, как они, почему они развелись и все это прочее. Она говорит, просто брак себя, брак себя исчерпал. Ну, я давно говорила, что вот эти все отношения, первые 5 лет как бы нормально-нормально, а потом идет такое резкое-резкое затухание, потом идут какие-то непонятки, какое-то что-то, ты понимаешь, что человек тебе не соответствует, либо ты не соответствуешь этому человеку. Я много раз говорила, что муж со мной никогда никуда не ездил, он мне писал, он мне писал, я говорю, вот обещаешь, напиши. Он мне писал, я обещаю поехать со своей женой, там на Киеве, туда-то, туда-то, туда-то. Мы же купили эту машину, чтобы вместе, чтобы вместе травлен, путешествовать. А оказалось, что я всегда была одна, потому что его из дома выгнать невозможно. Он домосит, вот он такой домосит, вот ему нравится дома. Он травку покосил, полежал, телевизор посмотрел, что-то перекусил, газетку почитал, с кем-то по телефону поговорил, все, ему больше в жизни ничего не надо. Но я понимаю, возраст. А я ему сейчас спрашу, а как же ты будешь, а новая жена, она что, тоже захочет куда-то поехать, что-то захочет посмотреть? Ну а как вот, как? Ну ладно, дело не в этом, Бог с ним, дай Бог. Дай Бог ему здоровья, пусть он себе живёт и радуется жизни. Я только двумя руками за него. И меня немножко отпустило, потому что у меня была какая-то вина, что ли, какое-то сознание вины, наверное, не отпускало меня, что вот, а с другой стороны, ну а зачем же я буду портить сама себе жизнь, если я вот поняла, что у нас всё? Тем более, если бы я не застукала его на этом, я бы до сих пор с ним жила и даже не думала бы разводиться. Ну жили бы и жили как соседи, ну и жили бы. И были какие-то хорошие моменты, были приятные моменты, были прекрасные моменты, были какие-то радости, какие-то драчки были, какие-то примирения были. Всё это было. Ну и думаю, ради Бога, о чём мне, господи, о чём мне надо? У меня есть тёплый дом, у меня есть муж рядом, у меня есть собака любимая, у меня были размеренные дни, и как-то у нас так наладилось, что мы привыкли друг к другу, мы знали, кто что может, кто что умеет. И он мне позволял многое, он мне позволял там ездить туда-туда, и мне в принципе было неплохо. Ну, коль на то пошло, коль я такого никогда... Фух, я не представляю себе. Я всегда говорила, что если... Я тебя ревную, я тебя ревную. Я говорю, ты запомни, если вдруг я в кого-то влюблюсь, то совершенно невозможно уже в моём возрасте. Ну, это просто невозможно, потому что я могу влюбиться в человека, только лишь зная этого человека, только лишь зная, как он мыслит, только лишь наблюдая за ним, только лишь понимая, что вот он уникальный по своим вот этим вот данным, с чувством такта всего-всего-всего и прочего. То есть это невозможно, такого человека найти, конечно, невозможно. Там 20 лет мы влюбляемся в красивую фигуру, там в красивое лицо уже, в таком возрасте уже влюбляешься в человека, в его качество. Ну, собственно, как я влюбилась в Дугласа, я влюбилась в его чувство юмора, в его впорядочность, тактичность. Ну, всё это было, конечно. Ну, куда-то всё ушло. Или просто, может быть, на зрел период, что хватит, что мы уже вместе быть не можем. Это нормально, абсолютно нормально. Так вот, Елена Проклова тоже говорит, я не хочу своего мужа держать, я хочу, чтобы он был счастлив, я не хочу его, по всей видимости, он тоже кого-то нашёл, ну, дай Бог ему, дай Бог ему здоровья. Ну, она так достойно держалась, молодец такая, конечно, то есть всему приходит конец, и там рыдать, плакать, там с ума сходить, я считаю, что не стоит. Всё равно, конечно, это надо пережить, это больновастенько, это тяжеловастенько, потому что рвутся связи, рушится привычный образ жизни, но, опять же, это уже старт, это старт к новой жизни, надо начинать новую жизнь, и вот просто надо начинать новую жизнь, что я делаю с сегодняшнего дня, всё. Я взяла с собой компьютер, у меня с собой всегда купальники здесь, у меня с собой, в принципе, есть здесь всё, я могу здесь, у меня есть и нарядные вещи, и у меня купальники здесь машины, то есть я могу поехать куда-то с утра, ну, к примеру, там решила поехать поплавать в бассейне, а вечером я могу оказаться где-то там, я не знаю, в каком-нибудь органном зале Дома Союза, что-то в этом роде, накрашенное, намазанное там и в красивом платье. Так что сейчас я, я сейчас еду, мне надо кое-какие дела сделать, там у меня там несколько вопросов по моей страховке, там потому-то, потому-то, и потом думаю навестить там одних друзей, других друзей, там и прочее, прочее, пятое, десятое, посидеть в интернете. Так что, так что я хочу сказать, что жизнь удалась и что, слава Богу, меня попустило, слава Богу, я впервые сегодня почувствовала себя свободной, ведь я действительно мечтала о такой свободе, я думала, ну что же я вот так живу, я ничего не вижу, но я думала, что я так и буду с ним жить всё это время, я хотела поехать, я как уже говорила, там на недельку туда, на месяц поехать туда, там поехать в ту же Калифорнию на месяц, там посмотреть, походить, поездить, посмотреть этих, поехать к Лене Подружкиной в Сан-Диего, поехать в Лос-Анджелес, поехать в Сан-Франциско, но он же меня никогда не отпускал, и я думаю, ну на что делать, ну буду, ну придётся мне так жить, что делать. И вот сейчас у меня появилась полная свобода, я могу ехать, куда я хочу делать, что я хочу, и вообще видеть кого я хочу, и просто приходить домой, когда я хочу, либо вообще домой не приходить. И меня это немножко сразу ударило по голове, вот этот страх перед этой вселенской свободой. А сейчас, сегодня утром, я поняла, что какое-то кайф всё. Депрессия моя уже прошла. Собственно, это не была депрессия, я знаю, что такое депрессия. Депрессия обычно тянется, ну от недели и дольше. У меня просто был какой-то такой период, какой-то как, как будто ноги подкосились. Всё, всё прошло, слава Богу, всё прошло. И то, что сейчас мой муж там плачет, опять сегодня мне утром вызывает, опять давай снова поженимся. Я говорю, ну ты вообще, ну ты о чём вообще говоришь? Ну вот вообще, о чём ты вообще уже говоришь? Ладно. Кстати, это был он инициатором подачи заявления в суд. Я ему говорила, зачем нам разводиться? Давай жить просто отдельно в одном доме, как жить? Зачем нам разводиться? Нет, вот давай разводиться. Ну ты хотел, получил. Я ему говорю, и вон ты, и гад, и будь счастлив. Я действительно хочу, чтобы он был счастлив. Вот клянусь, я очень хочу, чтобы он был счастлив. Потому что это всё равно родной и близкий человек, всё равно он оставил след в моей жизни, всё равно я хочу, чтобы он был жив-здоров, и чтобы он был счастлив, и чтобы у него всё сложилось, и чтобы он не страдал и не мучился. Но судя по тому, как он сейчас себя ведёт, конечно, он начинает играть роль страдальца, опять же обманывая меня. Я-то знаю, что там у него происходит в интернете. Он просто не знает, что я это знаю. И, конечно, это всё, это так смешно смотреть, это так смешно всё слушать, и думаешь, да, как жаль, как жаль, что я тебя не знала, что ты способен на такое. Ладно, Бог с ним, ещё раз повторяю, дай Бог ему здоровья. Ну вот, наверное, всё. Итак, настроение прекрасное, жизнь впереди меня. Я чувствую, что я просто, я обычно говорила, что я чувствую себя на 21 год, сегодня мне вообще лет 13, наверное, потому что у меня летние каникулы наступили. У меня просто наступили летние каникулы! Как здорово! Всё, ладно. Громадное спасибо за поддержку. Я читала все ваши комментарии. Это, конечно, нечто. Это такая психологическая поддержка. Мне, собственно, не надо ходить ни к психиатрам, ни к психоаналитикам, никому. Потому что я, когда читаю ваши комментарии, это, конечно, нечто. И причём такие есть комментарии, что не в бровь, а в глаз. Так, здорово, спасибо, спасибо. Самое громадное, самое пригромадное спасибо за такую поддержку. И от себя я желаю всем, абсолютно всем и каждому, кто оставил такие прекрасные комментарии с такой поддержкой. Я хочу, чтобы вы были только счастливы. У меня чуть не сорвалось язык. Если что-то случится, я готова поддержать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я хочу, чтобы у каждого из вас наладилась жизнь, у кого она сейчас, может быть, какими-то волнами идёт. Чтобы, если кто-то сейчас в процессе развода, чтобы это быстро прошло, безболезненно, как можно менее безболезненно. И чтобы жизнь снова заиграла всеми красками перед вашими глазами. И, девочки, честное слово, я вас всех очень люблю. Спасибо за любовь, спасибо за поддержку, спасибо за хорошие слова. И мальчикам тоже. Спасибо. Всё. Так. И ещё. Я никак не могу остановиться, никак не могу бросить курить, потому что, когда у меня муж попал в госпиталь, я много лет не курила, и потом снова закурила. Немного, где-то года два, наверное, не курила. И потом вот этот развод, и я опять бросала, как бы, потом начался развод, и вот это всё, конечно, я опять схватила из-за сигарет, но тот, кто курил, тот знает. Ты не куришь вообще абсолютно чисто, и вдруг что-то случается, схватаешься за сигарету, как за соломинку. И вот у меня последняя пачка, я курю салом, очень-очень лёгкий, попал сигаретки там за один раз. Ну, я стараюсь, конечно, меньше-меньше-меньше. Я понимаю, что это не надо, я понимаю, я думала, вчера будет моя последняя сигарета, но вот, наверное, сегодня-завтра будет моя последняя сигарета, всё, я бросаю, начинаю новую жизнь, чистую, весёлую, счастливую, полную приключений. Опять сегодня я проснулась утром, думаю, поеду, поеду куда-нибудь. Ну, куда ехать по такой жаре? Ну, по такой жаре, конечно, ехать надо немножко переждать, надо чуть-чуть переждать, и вот собраться силами, наверное, двинуть. Либо на Калифорнию, либо всё-таки на Канаду. Посмотрим. Глазки, всё-таки глазки меня всё ещё немножко, немножко глазик один мой, немножечко меня мучает чуть-чуточку, ещё не всё прошло, но тем не менее. Тем не менее, если ехать, допустим, в день там по 100-200 миль, это не страшно, я это могу делать, но не больше, конечно. Всё, всех люблю, целую, будьте счастливы, будьте здоровы. Я действительно всей души желаю каждому из вас, просто вселенского, девчонкам женского счастья, мальчишкам мужского счастья. И, ну, как сказать, пожелания, конечно, тем, ну не обманывайте друг друга, но если так получилось, что вы нашли кого-то, ну просто уйдите от своей жены, либо от своего мужа. Ну зачем же? Зачем вот эти вот игры за спиной, и как это неприятно, как это больно, как это унизительно, и как это некрасиво, и как это пошло, можно даже так сказать. Всё, всех люблю, целую, будьте счастливы. Будьте счастливы.